Вот выходим на прогулку с собаками Мы спали спокойно, знали, что никто к нам не подойдет Я ручку вошел Сейчас Не наша Не наша Ну кому-то отдай Мы можем погулять Наша гиддобыть, да? Да Мы идем там, мы идем Он сейчас еще собаку вовозил Шариков Ну вот сюда Сейчас это вспомнил А гости-то уехали, я их не покачал на тарзанке-то обещал. Ну а чё? Так же так, и ты не напомнил. Ну что сделаем? Только теперь еще раз ждать их. Я на тарзанку буду им говорить. Пошли. Хорошие у тебя двигатели. Это шарик. Там тоже потеряется. Там лагерь. Лагерь Стан. Бывший, бывший лагерь Стан. Сколько их так нужно выделивать? А, по-разному они там, не знаю. Может, полчаса. Легкая пробежка перед сном. Конечно, вы снимаете. И это, наверное, такой, как бы сказать, просто уникальное, что есть на русском ютубе. Потому что, с одной стороны, это вроде полноценный, в смысле, реанти-шоу. Сначала верно отпускать, потом этого. Но, с другой стороны, про реальную деревню, где все люди настоящие. А нам многие уже звонили. Вы настоящие такие? Вы настоящие. Реально очень необычный опыт. А некоторые говорят, просто, говорит, обманывайте нас. Там, вроде как, выдруги. Сколько там, 2000 роликов, невозможно обмануть нас. Они ворона увидали. Отпускай. Пошел. Поэтому не отпустили. А ворона, она посмеялась над ними. И вороны пошли. А почему малыша не отпустили? А потому что он сам себе на уме. То есть, отпустишь, он не туда побежит, он побежит, куда ему надо. Он не такой еще. Не, он такой по жизни. Эти, это дрессированный, а этот и не дрессированный. Дворняшка. Так, у нас поле еще ничего. Ты говоришь. Мы начинаем здесь три покула, молимся, чтобы вырожай был. Господи, слава Тебе. Да будет благосостоянное там поле. Помоги убрать вырожай Игорю, Андрею и Евгению. И обрати его к Тебе. Хвала Тебе, Отец, Святой Дух. Аминь. Аминь. Так, и пойдемте. Мы пойдем сейчас за пуза. Какая наша аромата была самая большая тут. В этом году. А потом зайдем вот это лагерь в Петербурге. Ну, по фото обойдем. Солнце еще высотовато. Видите на поле хрест? Да, я вижу. Это место костер. Кто с гитарой играет? Кто с гитарой? Как зовут? Это Игорь играет. Гитарушка будет. У него еще песня написанная. Да. Виктор Савчин. Да, да. А вот тогда играл Вишер Николаевич и у него нахожусь. Савчин, да. Просил помолиться. Он поехал, видимо, в Германию еще там. Там храма у них рядом нету. А наши православные люди. А вот грибы, видишь, которые ставят. Шампиньоны. Пишут пиньоны? Да. Ну что так? Видишь, берешь. Прослышка выберешь. Смотри. Он боится сапать. Слушай, я не знаю. Вот, а вы поймаете. Так, лучше сейчас зайдем на плит. Все. А это уже за ней там, видать. Это иди нахар. Заставим, спасибо. Там бы это, к нам, или, 10 тысяч. А вот это вот место важнейшее. Это место для малейших. Это много комаров кладерей было. Это же рост, ну все. И мимо пройдем. Все, шарик захотел. Значит, я в любое. Там не пора взял. Спасибо. Мы от пяти начинаем общую молитву. Те, которые люди там, где-то, они по интернету у нас через два часа молитва идет. Ну пораньше ложитесь просто и все. Вы про этого-то что знаете? Мы хотели к нему интервью ехать брать, но нам командировку не дали поработать. Видите, меня на него не могли вывести. А у меня, я ему сразу выложил, передали мне в программу. Мне уже было сохранить хорошее отношение с патриархией, с его митрополитом Кириллом, санкт-петербургским, и шагнуть вперед просто семимильными шагами. Снять сад, конечно. Он незаконно поположен, будучи убийцей. Каноны нарушили. И это надо было добровольно сделать. И результат был бы другой. Вы стреляли, а ты его сложил. Сложил. А потом пришел бы к митрополиту, поклонился в ноги, к автоложену, и далее. Я складываю себя парламощи. Вы, владыка, распоряжайтесь, как хотите. Но здесь много моих людей. Вы не разрешите с ними общаться? А для чего? Для того, чтобы создать миссионерский гипер. Я вот приглашаю сюда сразу 200 человек своих своих. 200. И я буду с вами приниматься 200. И мы 100 групп отправим по России. Это будет заметный толщок. А потом еще можно один раз. У меня люди там есть. Ничего этого не сделано было. А вот они там спорезили, с Айфоной, с Айфоной, с Айфоной, с Айфоной. Это не мое амплуа, а совершенно. Надо, чтобы каждое слово было понятно. То есть вы хорошо к службе на русском окнулись? Ну, у нас только в Лос-Алянске. Но библейское, библейское, все на русском. И в чтении Евангелия, Псалтерия. И когда приезжает митрополит, патриарши, все делается как у нас. Вспоминает патриарха, потом от русской зарубежной церкви митрополита Илариона, потом вместо митрополита у нас хорошее отношение сохранилось. Настолько хорошее, что мы, другого раза забываем, что мы телевизор не бежим. Я, конечно, не верю в теории заговора всякие. Как? Ну, не верю. Обычно, ну, всякие теории заговора. Но у меня есть человек, который был близок к Сергею Романову. Вот, и у них филологи проверяли его проповеди, которые он доповедует в храме, которые он намидел. Да. И они пришли к выводу, предположили, что они филологическим слишком отличаются. И, возможно, те видео, которые он на камеру говорит, вот эти слова, он читает свое. Предположили, не знаю, правда или нет. Я никогда в этом не не знаю, у меня Евангелие, у меня четкая программа, идти и благовествовать, жить свято, соблюдать посты, каноны церкви, поддерживать хорошее отношение со всеми, которые не противоречат делу. И там надо как-то сглаживать. У этого Романова сердце живое, он как-то вроде истину ищет, у него есть какие-то вещи, которые он говорит ему правильно, и в целом человек... Правильно, это я ему все сказал. И хочется как-то симпатизировать ему. И получится. Но вот какие-то есть такие вещи, которые, ну, просто сразу понимаешь, что человек не прав. С Квачков там приехал, там, с гранатой... Конечно, не гранатовым может быть, не автомат, но одна. А как вам Георгий Максимов? А? Георгий Максимов, скажите. Георгий Максимов. На ютубе. Я никакого отношения не имею к нему. Его про меня спросили, а мы что-то... Про вас он вообще, мне кажется, неправильно видит. Я не сказать ничего не могу, потому что я не встречал. Я не знаю, а он везде, ты вот ищешь, как у сборки, да там. Какой-то, какой-то, какой-то. Я этого сказать о нем, я этого не могу. В ответ, вот и какой-то, не знаю. Совершенно его не знаю. Но знаю, что дело, которым он занимается, нигде что-то выяснилось, оно не христианское. Христианское дело, вот он у меня высказывает, там у меня, якова, 28-й. Покажи веру твою без дела твоих, а я покажу тебе веру из дела моих. Все в этом статусе. Еще он покажет. Он сидит за столом. На Осикаре он на того обругал, на этого обругал. Они там по Филиппинах занимаются миссионерством. Что Филиппина? Вроде как у них миссионерское дело в Филиппинах, насколько я помню. Они понятия не имеют даже. Они живыми с тех танками встречались. Не ходи вот. Вот, смотри, идемте сюда, под фон. Так, чтобы на гимн не наступать, потравить. Ураганство! Какое-то видео вроде здесь копает. Потихонечку, зайдем. Он надо пить хочет. Залезли все-таки. Вот это крыш. Вот где переделим, там сток воды был. Мы его подняли на метр десять и перенесли на 15 метров. Вот он. Это все, что делаем, мы копаем все это вручную. И дальше, если вода будет больше, то входной канал делаем. Сразу перемычку ломаем, и вода пошла по этой стороне. А тут она должна поднять, и там канал выкопали, он уходит. Это своими руками делали? Это вот, да. Да. Что, своими руками делали? Он спрашивает, своими руками делали? Конечно. Ну, вот это вот, чтобы... Глины, да, много они? Глины много, да? Много глины. Это все в глину. Вы на туда тащили. Потихоньку проходите, чтобы сила не запасчена. Вот, если вы тоже здесь заходите, этот уровень должен подняться. Два десять, два два, тут уже не замерзает. А раз не замерзает, значит рыба будет. Мы сразу с моим запускаем рыбу. Тут работа постоянно идет. Мы восстановили шесть прудов. Которых еще не было. Вот эти вот, чтобы она... Вон, какой у нас это поднял, поднял. Это у меня четыре года ушло. Сразу никак. Надо, чтобы она осела. А, сло травой. Другие пруды можно показать вам. Сергей Павлович на машине свозит. Работа здесь... Если со стороны смотреть, никто не поверит, что это делали мы. Все за свой счет. Деревня в этом не участвует. Мы только влагерь. А вон отсюда храм Бегатии. Брон. Раз мы сейчас зайдем... Вот это место, называемое облаживание танцево. Тебе, брат, уверен, у талант пропадает по поиску животных. Да, да. Я бы не знаю. Да, по-насу. Ну и что? Они зала снимала, а она... Два часа сорок минут у нас. А которая поставила коронетражку вторая, там мы занимаем не более 15 минут. И поехала в Кемерово найти того, кто будет говорить против. Вообще, он никакого дела не имеет, не встречались, не переписывались. Но он против. Его искали, искали нашли. Он стоит, кривляется, набивается. Не знаю, не там ищет детей лгать. Как? Как лгать? Они убегают. Но убегать и лгать это большие... Он вообще еще не понимает. Я ни до ребенка не отдал. А везде детей брали. После того, как там... Самой за руку вытонулось. 8 или 9 детей. Ну и президенту указали проверить лагерь. А вот как проверять? Закрывать. И в соответствии найдет любое. От одного миллиона до полутора везде штрафы. И на нас. И еще не там ни копейки. И суд проиграл полностью был. Конечно, мы молились. У нас хороший юрист. Но Бог так построил все. Господь так сделал. Я не знаю, что требую, чтобы закрыли лагерь. Я не знаю того, что на следующий день, когда на нас тут ночью полиция приехала, я уже утром собрал людей и лагерь расформировал. И они теперь били по пустому месту. Его никто не закрывал. Я как организатор. Это мой лагерь. Я его расформировал, прислугу распустил. Все. А они теперь через 10 дней ищут его закрытие. Это понимают, и юристы, и все. А как надо? Вот так и надо. У них к одному ребенку пальцами прикоснулись. Стали скрывать прокуратуру, сообщили. Им нужно было адрес детей. И настраивать родителей, чтобы сказали, что-то с детьми плохо. Статью подвести. Но ни один родитель не пошел на это. В этом году дети были? А? В этом году дети были? Нет, дети были. Ну, немного, они приезжали. Наш это состояние какое. Приезжают бабка, родители, с детьми. И теперь к нам не вхожи они. Полиция, прокуратура, санэпидемстанция, Роспатриотлозор вообще к нам не вхожи. Вот это место. Давайте заглянем. Молительное место. Мы здесь нашли куще. Это наша деревья была когда-то. В 72-м году последний житель берегов. И здесь была бандонапорная башня. А вот это вот, как красные, в этой корпуса. Телятники, коровники. Богатый, хороший колхоз был. Все наезде видят. Вот где-то вторая улица была. И на 720 человек, думали. К 72-му году. Но в 72-м последний житель берегов. А почему профессор Восстанцевич сказал, что удобнее, чтобы люди собирались в одном месте. А оттуда будут приезжать на работу за 50 километров. Все поедет. Вот это место. Паналон. Загорожен. Две жерди, чтобы садиться можно было. Вот он, Лайдер. Загорожен. Крест, распятие. Так, уходим потихоньку. Все крепко. Так, вот. Так, вот, и вот это потом как-то надо будет вот так вот, маленькими гвоздями. Прикинуть ее. Угу. Она видит его. Спасибо. Все были заняты, работали. Конечно, мы не богаче других были. У нас отец, и на момент войны, 10 ребятишек. Не разводишься. И что интересно, ни одного больного ребенка нет. Никто. Все жили здоровы, которые остались. Вот они. Этот лагерь попал в самую знаменитую службу. Из лесосу на лашке. Интересно, вот они, стал нападать прокурор. Мама, вторая лагерь. Есть сих покрытия? А они на наложенной куче. Сельсход угоден, ни одного квадратного метра не занимается. Зачем ему надо было? Пересченко похвалился, я не знаю. Ну, пришлось сопротивляться. А прокуратура ее ничем не проявила. Ни депутатом, ни губернатором края, никто. Ну, поэтому разные политические партии писал, что Дзюданова. А они запрозбили краевую прокуратуру. А вот краевая прокуратура для него это начальник. И по всей вероятности, видимо, не сказали. Вот полгода, не защитил тебя. И вот отошел, а мы валились, там они выходят. Ну, зафорил уже. Здесь вот все это столмужение не было, но это удрали. Сейчас мы с той стороны обойдем. А вот, смотрите. Для бедных людей, как научить работать с детьми на ловку-то не на 48 лет. По три года, в одном формате. Напротив, встаньте, вам хорошо будет, не приводит. Тут разное сооружение, еще так и не было. Все это в разрушиве состояния. То есть, по идее, лагерь больше не будет работать? Ага. Лагерь больше работать не будет? Нет, конечно. Никакой возможности нет. Потому что возьмут эти за лето 15 строевых комиссий. Мы не успевали дверь открывать. То есть, государство не дает условий, да? Абсолютно никак. Потому что на фоне нашего лагеря, их знаники разбратая называют. Какая у нас дисциплина, какой порядок. Вот где находятся девочки, мальчики напротив двери не имеют права проходить даже. Во время игры пальцами затронут. А у них там два этажа, вот на втором вверх, а на первом мальчик. Утром петонок, ближе этаж пустует. Что сюда будем, заходи в шарики. А эти, друзья, пусть там будут. Так пока средня будет, если я сейчас завезу, мы будем другими измерения. Грустно? Хорошее дело было. Да. Слушай, тут и турники, и вот это вот со столы нормально, таржанки, качачки. Здесь, ну, дальше вон там, а это футбольное поле, здесь волейбольное. Это все в частном порядке. Вот такая гироза и тежка. Вот это вот футбольные, где. А вот, и что он, он залезает. Глина, солома. Да, это вот. Я понял, что нижняя на 20 км, северная раскола. Это форель. Так, проверили. Нет ничего. Так, выходи, а то закрою. Так, посмотрим на исход. Сразу, как вы видите, вот это называется на северной. Занятие. Занятие. Фу. Самое тревожное пять. Это означает, что напали у нас коммунисты или пограждане. Мы учили, как прятаться, как тушить. Пять раз это значит, что напали коммунисты. Нет, тревога означает. Да, тревога. Ха-ха-ха-ха. Мы его использовали. Он отбойный хорошо. Порубишь собак. А это вот, пожалуйста. Третье, мы будем покатить его. Третье, мы будем покатить его. Это палочек надо было набрать из плена. А потом уже доска, а потом уже шитер. Вот представь, сколько здесь было труда. Третье, это желтка полазина. Вот он, вот эта вот колейка большая. Вот здесь вот этот путь. Заказный один мальчик из семейки не должен проходить. А на суде тогда было по лагерям. А у него мальчики спят девочки. Представьте, это... Суда из дома. А вы видели? А спят, ну не смешно сейчас. А у вас тут, как обычно, 120. А было только 50. Что будет сложиться? Да это не лагерь, это курятники. Она говорит, нет, он зарегистрирует. Перестаньте. Они ее как бы потравляют. А она против них пошла, судья. Их все пробурят. А там же, по идее, все это началось после того, какая-то там баба подала жалобу. Нет, и то как-то прошло. Это отца на Феденстанции. А которая подала на Тимофея Батугина. А она осенью пожелала встретиться и быть здесь. Это было так неожиданно. Она написала, что дети делают гимнастику на траве. Я говорю, а левитации нету. Как вы по-другому? Или там компрокурора там видели какое-то? Вроде да, вы заставили прокурора ебко одеть. Да, да, да. Это молодец. Это классно. Ну пойдемте. Это столовая, да? Это вторая сейчас столовая. Ну пойдемте сюда пройдем. Когда много людей... Там столы еще надеют высокое. Это стол. Где низ сейчас, это лавка. Потихонечку. А там вот вот столбы меняли. Потому что гниет все. Это вот все здесь. Это вот столовая. И в две очереди. Народ-то было в среднем сюда 180-109 человек раньше. А потом у нас светло все. Растубики перекрыли дорогу, а? Раньше с Украиной были. Угу. Угу. Так. А до быков работал уже. Сломали. Подожди. Сможете провести? Да. Я точно. Ну то попробуйте. Порву что-нибудь. Отсюда. Вот сюда дальше. Мы далеко туда пошли. Вот сюда подвижу. Вот так. Ну ладно. Так. Проверку прошли. Я ее поперерезу. Ааа. Тут. Хе-хе. Вы правы. Эта палка-то я и не видал, что она тут мешает. Я-то нисколько не вышел от перевес. Ну и от коров. Коров пасухи под шалаш. Что-то мы его делали. Вот вот так. Маленький для маленьких детей бассейн. бассейн. Мне РТИ, резинотехнических недель, сильно помогали. Четыре лодки подарили. Под землёй шланг качает туда. Как город-призрак. Здесь специально был сделан такой, не формат, а ещё резиновые лодки. И дети маленькие идут купали, совсем маленькие. Тут тоже что-то росло, берёзки насадили. А тут стояла вышка большая. Убрали. Подмила. Пойдёмте к шалашу подойдём. Ураган самый работящий у нас тут пёс. Наталья, вешалка упала. А это агородная ограда, отсюда брали грил. И заграбили, чтоб корова какая не упала. Посмотрите, там глубоко. И везде распятили, чтобы они залезли. А вот у меня вообще выполнили все требования распадывания огня. Ну там, да. Они подряд закрывали все на дереве. Нет, в области нет, те, кто в какой-то закрывали. Да ты деньги отпускали. Про союзные участки. И строевая администрация. А у меня никого нет, я один. За свой счёт. У нас самое, которое у них было, дешёвое. Ураган. Работяга ты наш. Работяга. Как мы его делали? Можно там зайти посмотреть. Давайте зайдём. Наверху тут надо посмотреть перекрытие целлофана. Видишь, как разъедает? А который целлофан под шрехами, он целый остаётся. А потом привязали. Это от обещих, коров. Лагерь выбирать. Он на место положит сейчас. Положи на место. Так, ну пойдём туда. Сиди сюда. Фу! Фу! А врач там. Раскрасили камыши и всё возили сюда на тележке. Работы много было. Вы посмотрите. Как тут шить делать. Тут надо лопатой уже. Зайдите туда. Я вас не запру. Если запру, вы можете через стенку вырезать. Посмотрите там. Может вам не поросну, а посередине. Посередине раскремитесь. Так, Тони, зайди туда. Да, тут хорошо летом. Тут очень даже недавно. Даже были настелены доски. И ногами сюда, и головами сюда. И с той стороны. Вряд два человека она будет. Пенку спальника можно спать. Да. А представьте какой-то. О! Ну всё, смотри, остаемся. Сейчас я закрою. Комаров много. Буржуйку и спальника хочешь. О! О! Эля, кто-то перестилил вот такого. О! Помельбунь. Да, да, да. Всё. И ходим дальше. Так. Господи, благослови нас. Это вот тот эмывальник, который там стоит. Он стоял под этой свечью. Который возле моего дома сейчас стоит. Это вот дорожа наладим. Каждый день приезжали, выезжали. Сейчас ничего нет. Потому что иногда, видимо, тайно приедут. Я ничего не поработал. Ничего нет. Ничего. И не надо. А здесь столько воспоминаний. Люди уезжают, которые за границу. И говорят, если оставишь добрые воспоминания, мне пишут. О России. Потом заладим. На. У Матвея есть канал на ютюбе. А? У Матвея есть канал на ютюбе. Его смотрят миллионы. Вот. И он ищет там русскую тоску порой. Видео у него это посвящено. Вот. Мне кажется, он здесь её точно может найти. Прям такой город-призрак по-своему. Лагерь, точнее. Понимаете, это просто сказать лагерь. Ну да. Приседатель, как его назвать, миссионерского отдела. Сипаненко, может, слышали такого? Степаненко? Степаненко, Максим. Да, знаю. Томска. Он здесь был. Вы, говорит, не понимаете, что такое лагерь. Я однажды взял человек десять там на неделю. Я с ума сошел с ним. В разные стороны. А у нас этого нет. И гимнастика, молитва, ежедневные занятия, ягоды. Раньше было воскресенье катание на лодках на лошади. Слушайте, а если его оформлять как какой-нибудь там походный, палаточный лагерь? Нет. Не так. Они давят их и душат. Никак. Неофициально, если это... Мы решили только так. Игнатий Иванович, он и так был, как стана, оформлен. А, значит, он был такой, да? Да, да. Мы сейчас по семейным. Вон смотри, какие гущи идут. Слева, да, это элеватор. Камера не туда. Километр два сейчас идёт. Может, 18. Пойдёмте. Так, иди сюда. Дальше уже нельзя, чтобы обещание с деревни не забежало. А там в ходе, он может тяпнуть. Так, идём. А твой где? Вот мы прошли. А как разница? Верно. Так, где день, мы ходим в дворах. Две стоги, донсоваться, все на кресле, как я делаю. Потом утром мы можем потекнуть. А где пройдём? Верно. И мы так за эти прогулки, так, всё это возьмём. Вам это не помешает? Нет. Наоборот. А вон, около дерева, это железная рама выйдёт. Угу. Её видно прямо. Уходим. Давай, гуляй. Вы не побегали, достаточно. Я ухожу сейчас, а вы здесь, ребята, не побудете, если у вас есть выход на интернет, и всё будет. Хорошо. Это какой-то картрой или где-то там шведский. У нас полонка была. А у них там отдыхают, и на втором этаже нельзя никого не ходить. Я вышел, а там баптистская община, видимо, в Великобритании. Стоят, крестятся с ребятишками. Молятся по православному. Господи благослови, там идиотели и прочее. Я никогда этого не видал. Ролик небольшой, но строгательный. То есть то, что мы делаем, находят те, которые понимают, что надо. Да, вот так. Самые не разные если. То есть мы не будьте, а что бывает на него радость. Да, у вас и была поездка в Европу. Да, мы проехали все. Заехали мы сначала вот здесь все прошли. В Тургейстан. Побывали в Грузию. Армин, Азербайджан. Ну и перешли. Там что у нас было? Да сразу в Грецию. А уже и в Грецию там у нас свои люди. Теперь уже до Крамова с Лидией. А перед этим уже поездка была. Мы стараемся купили. Сказали, что в Украине еще этого не было. Мы приехали не просто как-то, а в библиотеке дарили 38 рублей. Мы 650 библиотек с нами были. Общая стоимость это обошлось нам 38 рублей. Хотя денег мы не имеем. Это по цене первого издания. А откуда это испался? Да сколько. Никак. Ну очень просто. У меня начали два священника. Я говорю, братья, мне за какие-то выкупать. А денег нет. Давайте поможем всем. А откуда? В этом-то и весь вопрос. Я говорю Богу. А Бог сам решит. Мы помолились и идем спать. Ну часа два прошло и звонок. Первое чувство я наказал. До четырех сорока не звонить. Мы ложимся поздно. Стоим в рамках. Алло, алло. Это Россия? В России. А вы кто? Вы из Америки. Сакраменто. У нас вымер дядя Климент. И сказали, где Климент церковь называется. Там молитва лучше заходит. Я говорю, нет. Не церковь. Лайкер у меня. Климент Анкирского. По нам разницы нет. Вы там повезло миллион завтра. Получите деньги. А священники так. А вы знаете кого? Никого не знаю. Молитва. Живая связь. Живая молитва. Живой человек. Чем ты закажешь? Ну а тем, что мы молимся. Я человека не видел, допустим, 15 лет. А где он здесь? Не знаю. Помолились. Выхожу. А он идет с женой с ребенком. Откуда он? Я даже не спросил, где он теперь в трудности. Это Бог делает. Угу. Иногда нас только бывает неожиданно. Не думаешь, если кто в дадут выйдет? А Бог в кухлу уже посылает. Что мы ищем? В США не планируете экспансию? Нет, не получится. Там за то, что здесь что-то думает. А так... Идемте-демте-демте. Идемте-демте. Идемте-демте. Платkan. Платка. А перец о Kenn's-л 9-о-мьем неесте.